Биография, личная жизнь и история. В Гродно впервые прошли международные карбышевские чтения. Участие в них приняли не только белорусские школьники, но и гости из России, а также Казахстана. Всего 50 участников, которые готовили доклады на тему личной жизни и подвига генерал-лейтенанта Красной Армии, рассказывали истории военного времени членов своей семьи, делились разработками. Всего шесть секций. Многие докладчики подключались онлайн. Присутствовала на пленарном заседании и правнучка Дмитрия Карбышева. Она также поделилась семейными рассказами. Наверное, самое трогательное для меня, вот у нас хранится дома иконка маленькая. С ней связана такая, скажем, семейная легенда, да, то, что Дмитрий Михайлович ее всегда брал с собой на войну, а вот именно Великую Отечественную, он ее забыл, не положили, и вот как-то вот не вернулся он с нее. Наверное, вот это вот для меня самое такое. Вот мы ее до сих пор храним, я вот детям своим уже рассказываю. Для ребят это новый опыт. Они работали с архивными документами. При помощи педагогов отправляли официальные запросы в различные структуры, чтобы лучше узнать историю. Так, например, в Гродненской школе во время подобного исследования воспитанники выяснили, что на самом деле день рождения Дмитрия Карбышева приходится на 27 октября, а не на 26, как принято считать. Подтвердило этот факт и Министерство обороны Беларуси. Откликнулись вот те учреждения, которые тоже носят имя Карбышева, и сегодня приехали на наши карбышевские чтения. И в перспективе мы планируем все-таки приехать и тоже в качестве гостей, и участников, и гостей и в Казахстан, и в Россию. Я думаю, будет именно так. Они с удовольствием откликнулись, узнав о таком событии, хотят обменяться опытом, хотят взять какие-то идеи, как создать музей, как его развивать дальше. Поэтому, как строить работу с ребятами, военно-патриотическую работу. Карбышевские чтения планируют проводить не реже раза в два года. Однажды при очередной вражеской атаке произошла корректировка артиллерийского огня. Таким образом, моему деду и еще двум бойцам был дан приказ о том, что нужно что-то исправить. Они пошли в самый могущий бой, через 30 минут связь была восстановлена. Таким образом, они спасли просто тысячи жизней. Субтитры создавал DimaTorzok